Это программа «Тень с толком» в студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Шантаж, наглость, беспредел. Подростки-хулиганы камни на обид держат в страхе даже взрослых. Урожай бьет рекорды, зарплаты растут. Тепличный комбинат индустриальный спустя год аренды. Штраф оплачен, но Сергей Шибенков по-прежнему не участвует в международных соревнованиях. Алтайский край обогнал Новосибирскую область по количеству зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в нашем регионе зафиксировали уже 10 802 случая инфицирования. За прошедшие сутки новый вирус выявили у 91 жителя края. Скончались 6 человек, у которых был диагностирован COVID-19. За все время пандемии 281 пациент. Перейдем к другой теме. За что боролся, на то и напоролся. В Рио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу задержан за взятку. По данным следствия, два дня назад полицейский через посредника получил взятку 250 тысяч рублей от барнаульского предпринимателя. Взамен борец с коррупцией должен был помочь бизнесмену уйти от уголовной ответственности. В данный момент сотрудник полиции задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Кстати, напомним, в декабре прошлого года погорел еще один главный борец с коррупцией. Только по краю – Вадим Надводский. В свое время Надводский не смог побороть себя и получил взятки на общую сумму 13 миллионов рублей. Переходим к другой теме. Воруют, угрожают, избивают стариков и детей. В камне на оби банда подростков уже три года держит в страхе горожан. Родители пострадавших детей добиваются реального наказания для виновных. Но пока право на стороне хулиганов. Валентина Аскерова вновь побывала в недетском городе. Лучший друг – собака, а не человек. В этом с недавнего времени уверены шестеро детей Светланы. В дружбе со сверстниками, мягко сказать, разочаровались. Один из сыновей попал под следствие, когда связался с бантой подростков. Как я с ним разговариваю, он говорит, я не задел его. Говорит, что я когда побежал пнуть его, я даже не добежал до него. Даже ногой не задел. Он утверждает, что он задел. А кто утверждает? Ну, в следствии мы были в следственном отделе. Они на фотографии, что показывали видео. Говорит, тут же вот видно тебя, что... Но там получается, когда он замахивается, видео обрывается. И вот в этом доказательстве сильно-то, как и нет, но утверждает, что есть. Может так оказаться, что найдут, грубо говоря, козла отпущения в вашем сыне. Не боитесь этого? Боюсь. Эти кадры июньской истории шокировали весь край. Хулиганов, избивших мальчика, который пас козу, быстро нашли и также быстро отпустили, говорит женщина. Привлекли сына Светланы. Три месяца он проведет в Каменском реабилитационном центре «Лучик». А подростковая банда продолжила шататься по улицам города. Недавно пришла за следующим сыном Светланы. Не надо, говорю, моего ребенка тянуть в свое гнездо, говорю, змеиное. Говорю, одного затянули, теперь второго тянете. Слово за слово я на него начала всяко ругаться, кричать, что, говорю, уйди отсюда, на метр не подходи к моей ограде. Он на меня тут начал. Потом, ну и, типа, вашему Диме хана будет. Сам Дима всю банду знает. Рассказывает, насколько не по-детски жестоко эта детская свора. Они начали до него, как бы, докапываться и избили его за егошнюю прическу, потому что у него большой чуб был. То есть, какие причины? Да, ну так, просто вымышленные и избивают. А вот стариков за что? Как-то они говорили про чему? Ну, не знаю, просто избивают. Начинают их в сигаретку, смотришь, что не такое, начинают толкать его. Он начинает, они его избивают. Опасная молодежь ежедневно собиралась напротив дома Светланы и постоянно держала ее семью в страхе. Соседи говорить про горе подростков не захотели, а вот прохожие дети были более открыты. Нам рассказывали, что, типа, пацана избили, но я все это не знаю. А что слышала? Ну, что только ему было 13, и там всем пацанам было 14. И что их пацан избили. А вообще страшно, что такие люди уходят по улице? Ну, наверное. Где? Так, 50-50. Вот та самая лавочка по улице Декабристов, где подростки и собирали своими шумными компаниями. Сегодня напустуют. Здесь уже где-то неделю не появляются подростки. И все благодаря тому, что местная жительница написала заявление в полицию. Уполномоченная по правам ребенка Ольги Казанцевой, как выяснилось, на сегодняшней онлайн-конференции о деятельности местной банды известно. Например, о визите хулиганов к дому Светланы. Правда, не про угрозы. В отношении родителей этих подростков составили административные протоколы, поясняет Казанцева. Но кто из участников банды все-таки несет наказание за свои злодеяния и почему не все? Ответа по-прежнему нет. Один ребенок был помещен в ЦВСНП. Это центр содержания несовершеннолетних преступников сроком на 30 суток. Еще двое детей судом были привлечены к мере воспитательного воздействия как помещение в закрытое образовательное учреждение. Одна из жительниц Камня, ребенка которой тоже избила та самая банда, возмущается, что им отказывают в возбуждении уголовного и административного дела. При этом она знает, кого-то из подростков наказали. Но того ли? Они нам подкладывают Ивана. Почему мы не знаем, как бы цель их нам не ясна. Я лично задавала этот вопрос и прокурору, и следственному комитету, и Беляновой. Белянова мне ответила, что я их вообще сама не различаю. Я хочу добиться правды. Мне не нужен ребенок, которого вообще там не было. Вы определите, кто действительно бил моего сына. Своего сына Людмила сейчас всячески оберегает, прячет от камеры. Он травмирован и психологически. Вздрагивает при каждом телефонном звонке. И все потому, что органы профилактики не справляются со своей работой, уверена женщина. Кстати, напротив дома Людмилы заброшенное жилье. Там каждый вечер собираются десятки несовершеннолетних. Вот как выглядит прихожая. Треп хаты. Внутри разруха, конечно, полная. Здесь есть еще одна комната, но она закрыта. Подростки по-хозяйски повесили замок. Людмила лично просила генерала, руководителя Следственного комитета края Андрея Хвостова, обратить внимание на то, что в ее городе, по сути, не работает комиссия по делам несовершеннолетних. Дети предоставлены сами себе. На что глава следкома дал распоряжение. Заколотить заброшенные дома, куда бесконтрольно стекаются подростки. С момента распоряжения прошло уже три недели. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. В правительстве края вновь обсуждают развитие тепличного комплекса в Барнауле. Год назад он находился в плачевном и убыточном состоянии. Но власти решили сохранить производство овощей в комбинате «Индустриальный». Тогда на его базе начал свою работу новосибирский комбинат «Толмачевский». Имущество ему передали в аренду. Для модернизации производства в тепличный комплекс уже вложили более 170 миллионов рублей. В комбинате установили новые тепличные системы, инженерные сети, склад готовой продукции. Также, по словам арендатора, на предприятии в два раза выросла заработная плата. Урожайность, например, сравнительная урожайность за апрель составила 22,6 килограмма. Что составляет за один месяц производства половину того объема производства, которое раньше производили на тепличном комбинате «Индустриальный» за год. Владислав Бомбизо, главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, покинул свой пост. Позглавлял больницу он почти 9 лет. О причинах увольнения говорить по телефону не стал. Обещал озвучить их чуть позже при личном общении. Сказал лишь, что ушел по собственному желанию. В Министерстве здравоохранения региона информацию подтвердили. Сообщили также, что обязанности главного врача больницы скорой помощи уже исполняет Дмитрий Устинов, который был заместителем Бомбизо по медицинской части. Международные легкоатлетические старты конца лета, в том числе этап бриллиантовой лиги, пройдет без нашего Сергея Шибенкова. И это несмотря на то, что Всероссийская федерация легкой атлетики наконец-то выплатила штраф в 6 миллионов долларов Международной ассоциации. Так будет ли шанс увидеть Шибенкова и его коллег по сборной в деле? И с каким настроением тренируется дуэт Шибенков-Клевцов, расскажем далее. Барьеры расставлены, дальше разминка. Тренер не торопит. Спортсмен сам знает, когда готов приступить к тренировке. Они вместе уже много лет спорят, но всегда приходят к единому знаменателю. Вот и сейчас знают, форму Шибенкову терять нельзя. Говорят, мало ли, вдруг завтра что-то изменится. Но сам факт оплаты долга нашей федерации легкой атлетики особо дуэт не воодушевил. Да, если честно, пока еще радоваться как-то особо нечему. То есть допусков еще пока нет, соревнования все идут мимо, поэтому как-то глобально ничего не поменялось. Статус нейтральных спортсменов, который пока для россиян является допуском к мировым стартам, не получены после оплаты штрафа. Это важное для нас решение. Международная ассоциация будет принимать уже после того, как Всероссийская Федерация подготовит так называемый план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. Пока они будут тачку возить, нам уже эти разрешения нужны будут или нет, ясно уже теперь совершенно точно, что в августе нам не побегать нигде. За рубежом я имею в виду, кроме внутри страны. Вот. Остается вялая надежда на сентябрь и на полоктября. И что-то там получится или нет пока. То есть к тому, что ситуация прояснилась. Лишь только частично прояснилась. Даже если нейтральный статус и будет в итоге получен, он действует лишь до конца этого года. Поэтому участие в Олимпиаде в Токио также под вопросом. Ведь она состоится в году следующем. По словам Сергея Клевцова, только полное восстановление нашей команды. В Международной ассоциации легкоатлетов проблему может разрешить. А пока готовится к стартам российским, раз ехать больше некуда. Очень сложно готовить атлета, особенно атлета такого уровня, не имея какой-то четкой программы. Куда мы готовимся, какие у нас старты, где там они по датам. Вот. Готовится, честно говоря, для выступления, ну уж, извините меня, может быть, за такое высказывание, как чемпионат России или кубок России. Ну, как бы... Не то для вас. Не то, не то. Но в Брянск поедут, хоть и без энтузиазма. А пока разминка закончилась, шиповки надеты, впереди барьеры. Главное восстановление россиян в World Athletics им не под силу преодолеть вдвоем. Остается ждать и тренироваться. Известный Карл Юис выиграл вторую Олимпиаду в 35. Дядь Шубенкову нет еще и 30. И он, Клевцов уверен, в отличной форме. Было бы где ее показать. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Уже несколько лет в кромешной тьме. В большом селе Быстроистокского района люди не могут дождаться уличного освещения. Хотя сами столбы давно стоят, фонари закуплены. Зачем дело встало, узнавал Никита Ромаков. Почти на ощупь жители Хлеборобного идут к домам после заката. В поселке с населением больше тысячи человек дороги освещают разве что окна квартир. Уличного освещения нет вообще. Я вот каждый концерт я хожу. Прихожу домой, темно уже. Все равно до 9 часов в зимний период концерты проходят. Мы идем темно, нужен свет. Мы идем с детьми темно, гололед, машины ездят. У нас пожилые люди прогуливаются частенько. Ребятишки вот так вот вечером, когда какие-то тренировки в школе. Мы будем видеть и, может быть, наоборот, меньше будут шариться и пить. В отличие от многих подобных историй, планы по освещению Хлеборобного есть. Есть и проект, но, как поясняют все советы, его заморозили. Сначала искали специальные умные счетчики и фонари. Нашли их только в Барнауле. А последние пару лет они готовили документацию. Контракт заключен. Договор на аренду столбов заключен. Подписаны с Россетями все документация. Большая папка лежит у меня на столе. Но ждем реализации данного проекта. Освещение пока не проведено. Будет стоять на каждом перекрестке. Вот стоит здесь, вот следующий перекресток, там вот перекресток. В Хлеборобном установят 29 фонарей на всех перекрестках. Семь из них уже на столбах. Не подключают их, как нам пояснили в Алтайэнерго, из-за плановых работ. А вот эти фонари, это внеплановая работа. Они нам упали внезапно. И чтобы их нам выполнить, мы должны выполнить тот месяц, который будет минимально загружен по обслуживанию капитальным ремонтом. Капитальные ремонты у нас все заканчиваются в сентябре. И октябрь-ноябрь у нас в основном там идет техническое обслуживание. И у нас есть возможность установить фонари. В сельсовете добавляют, что скорее всего сроки сдвинут. Работы начнут в августе. И скорее всего первые десяток фонарей подключат уже к осени. А к концу года, надеются жители, освещение улиц придет в весь их поселок. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Официально пешеход по факту скоростной самокатчик. На тротуарах и дорогах Барнаула появился новый вид транспорта. И не все к этому оказались готовы. Что нужно знать об этом чуде техники и где ему дорога, узнавала София Яценко. Ну, чтобы вы понимали, ребятишки, скорость 60, этот пиздец едет без шлема, без нифига. Новый король дороги – электросамокат. Видимо, так считают его водители. Едут прямо по проезжей части или игнорируют правила пешеходного перехода. В Ютубе целые подборки ДТП. К счастью, пока сняты они не в Барнауле. У нас этот транспорт развит пока не сильно. Поэтому в пунктах проката таких водителей учат правилам. Так скажем, с молоду. Если ты не допускаешь возможности где-то развивать слишком большую скорость, где присутствует много людей, создавать какие-то аварийные ситуации, непреднамеренно выезжать на проезжую часть и мешать попутному движению транспорта, то на данном виде транспорта проблем не должно быть. К слову, скорость такой безобидной техники может быть огромная. В Краснодарском крае тем летом самокатчик пронесся на 100 км в час. Но все-таки средний максимум 50. А для тех, кто пользуется прокатом, здесь устанавливают еще большее ограничение скорости – 40. На этой скорости невозможно как-то повредиться, упасть, сильно разбиться, скажем так. Неспешную поездку предпочитает и эта девушка. Остепенилась, возможно, потому что пользуется двухколесным ежедневно. От художественной школы, это вот Ленинский район до Кучаева, до центра могу доехать минут за 40 на нем на работу. Это тоже очень удобно, когда особенно пробки в городе, можно их все объехать и гораздо быстрее приехать. И все бесплатно совершенно. Кстати, ездит Анастасия только по тротуарам. По дорогам, говорит, страшно. Но такие смельчаки есть. И в этот момент они нарушают правила. По закону самокатчики – пешеходы. На дороге они в большей опасности, чем даже велосипедисты, потому что боли незаметны, особенно дети. В основном у нас в дорожно-транспортных происшествиях на самокатах страдают это дети. Очень много их катается во дворовых территориях, неожиданно выезжают на проезжую часть, попадают под колеса автомобилей. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы проводили беседы со своими детьми, обучали, как правильно и где можно кататься. Так что дорога самоката – тротуар, пешеходные зоны и специальные площадки. Впрочем, как и для гироскутера и электроскитборда. А значит, и передвигаться в темпе пешехода. Ни в коем случае резко нажимать не стоит, потому что, как на велосипеде, можно передним колесом улететь куда-нибудь. София Иценко, Алексей Фризин. День с толком. Спасать горный Алтай от мусора, который оставляет туристы, взялись республиканские законотворцы. И сделать это намеренно за счет самих туристов. Сенатор Владимир Политаев предлагает включить республику в эксперимент по курортному сбору. Детали неизвестны, но, скорее всего, деньги будут брать тех, кто размещается на базах и в кемпингах. Причем каждый муниципалитет будет сам решать, каким должен быть тариф. Автор законопроекта отмечает, главная причина, по которой он предложил ввести курортный сбор во всем горном, то, что часть средств можно будет направить на очистку региона от мусора, который оставляют туристы. Этим летом поток гостей рекордный, поэтому проблема загрязнения особенно очевидна. Горное – любимое место отдыха и многих барнаульцев. Мы решили спросить у них, что они думают по этому поводу, а также экспертов. Насколько такая мера актуальна и будет иметь успех. Если это не тысяча рублей будет, не полторы, не две, а такое чисто символически, мне кажется, это неплохая идея. Справедливая мера. Это экологично будет. Мусора очень много. Я сама в этом году отдыхала уже в горном Алтае, когда были сняты меры. И действительно, да, люди не совсем чистоплотные. Знаете, еще предложение такое, что вот там же очень много частников, да, особенно москвичей. Они же платят налог. Что входит в налог? Может быть, там тоже входит? Люди приезжают, мусор остается, его достаточно много. Ну, то есть, вы можете себе представить, это, например, Улаганский перевал, с него вывозят мусор. Это достаточно далекое место. Я думаю, что если будет прозрачным сбор налогов, то и если будет прозрачным вообще, в принципе, сама система функционирования, да, вот этой инициативы, то в таком случае он может быть встречен вполне себе с теплом. Напомним, курортный сбор два года назад ввели в четырех регионах России, сделав это на бровах эксперимента. В список вошли Краснодарский, Ставропольский, Алтайский край, а также Крым. Если законопроект одобрят в Госдуме, то республика может стать следующим участником этого эксперимента. Без рукопожатия и криков фанатов, Барнаульская «Динамо» вступает в борьбу за Кубок страны. Завтра «Сине-Белым» предстоит сразиться с соперниками из Новосибирска на их поле. Уже точно известно, что этот матч пройдет при пустых трибунах. Несколько часов назад автобус с футболистами отправился на выезд, а незадолго до этого Мария Микшута наблюдала, как проходит подготовка к одной из ключевых игр сезона. Техника ударов, отработка точности, четкие установки тренера. Особенно сейчас, поскольку командную подготовку к сезону из-за пандемии прерывали на три месяца. Футболисты на газон вышли в конце июня, половина лета, чтобы въехать в сезон. А судя по первой игре, ворваться. Победа над Оренбуржцами 4-0. Мы на выезд ездили удачно, и у нас настроение только боевое. Только вперед все готовы выходить, биться, играть, побеждать. Боевой настрой не лишний. В этом сезоне играть придется больше и чаще. В дивизионе «Урал-Приволжье», куда входит «Динамо-Барнаул», теперь не 5, а 15 команд. Очередной противник – сосед Новосибирск. Соперник серьезный, есть знакомые футболисты. Там очень хорошие условия финансовые в клубе. Футболисты многие, которые поиграли в первой лиге. По-моему, даже если кто в премьер-лиге поиграл. То есть на ранг, на два выше. Впрочем, все начало сезона – сплошной сюрприз. Пятеро футболистов ушли из команды, но появились несколько молодых игроков. Нам добавились, какие-то ребята ушли из нас, скажем, что клубы у нас отправляют, скажем, игроки, которые получают приглашение, слышим их, отпускаем, потому что ребятам надо расти, как бы это ни было печально. Пятеро новичков уже прошли крещение игрой. Случилось это в том самом матче с дублерами из Оренбурга. В этом сезоне спортсменам некогда расслабляться, пандемия и так его сократила. Завтра – Новосибирск, а в воскресенье – домашний матч с одним из фаворитов турнира «Пермской звездой». Возможно, поддержать свою команду к тому времени можно будет уже на трибунах. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. Напоминаю, телефон нашей редакции 205545. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова